Ребята, всем привет! Хочу сразу предупредить, что я не пытаюсь разрушить духовные скрепы и не против привычных догм, а лишь рассказываю о мифах или другими словами возможных фактах, скрытых и засекреченных, тех, что в открытом доступе, или доступных на других языках, кроме русского. Ведь сторонников неофициального жизнеописания Чайковского в научной ученой среде также немало, я думаю, вы меня услышали, поняли, к чему я. Если среди вас уже есть те, кто не желает ничего альтернативного знать и слышать, может сразу избежать обсуждения любых моих грехов, поэтому не мучайтесь и сразу отключайтесь. Те же, кто открыт к плюрализму способов изложения и самому факту разнообразия подкрепленных взглядов и не прогоняет документальные факты через цензуру и, возможно, узколобость, не подгоняет под удобные идеалы, те, безусловно, оставайтесь. Напоминаю, что я всего лишь рассказчик и никоим образом не могу утверждать достоверность этих версий или мифов, как говорится, имеющий уши да услышит. Все? Окей? Начинаю. Понятно, что для большинства музыкантов вообще не важно, был Чайковский гомосексуалом, гетеросексуалом или би. Эта информация никак не повлияет на отношение к его личности и к творческому наследию. Однако эта тема настолько размусолена, столько запросов в интернете, столько статей, что, анализируя всю информацию, хочется хотя бы как-то ее структурировать, хотя бы для себя, как человека, который интересуется жизнеописаниями композиторов и пианистов. Но сделать это так, чтобы без обид для какой-либо группы граждан, хотя это, конечно, мертвый номер, постсоветское общество уж слишком разобщено и наэлектризовано, чтобы воспринимать информацию не через призму личного или каких-либо теорий. Итак, с чего все началось? В 1980-х годах многие в СССР были ошеломлены, когда по голосу Америки узнали о том, что Чайковский был гомосексуалистом. Ведущий передачи говорил об этом уверенно, не выражая никакой возможности для сомнений. Тогда многие почувствовали себя обманутыми, мол, оказывается, власть пыталась идеализировать еще одного. Почему все это так болезненно? Просто Чайковский – один из символов, столпов России, вполне заслуженно. Отсюда и практически канонизирован самыми сверхчувствительными. Часто говорят и о том, что идея о его гомосексуализме – это часть политической русофобской пропаганды, заказ западных, националистических и других антироссийских сил, которые таким образом пытаются мобилизировать свою социальную базу и утвердить глобальное господство, навязать русскому обществу и русскоязычному населению подконтрольных территорий свои парадигмы и ценности. И новые ценности с таким новым Чайковским во главе – это лживая, навязанная новая нормальность, за которой стоят политические и экономические интересы каких-либо иностранных держав. Но понятно, мол, каких? Все хоть раз включали российские каналы. Все это нужно для разрушения, разграбления и ослабления. Одним словом, везде враги. Мировые и российские события 90-х, нулевых и начала 2010-х привели к масштабному росту антизападных настроений в России. И, соответственно, все, что не из России, сразу воспринимается в штыки. Ко всему нужно относиться с опаской, недоверием, подозрением, особенно Запада. Знаете, личную оценку этому феномену я давать не буду, так как я не живу в России, мое мнение ни на что не влияет, и у меня вообще другой менталитет. Я вне вот этих всех пропагандистских теорий. В принципе, каким бы мое, возможно, высказанное мнение не было бы, русскоязычное общество настолько разобщено, что негатив пойдется в мою сторону в любом случае, что бы я ни сказала. Ведь лагеря эти в контрах не на жизнь, а на смерть. Какую бы из сторон я ни приняла. Знаете, мне и так хватает шовинистических высказываний в мою сторону, просто даже из-за того, что я разговариваю на русском языке, при том, что живу в Азии. И высказывания эти далеко не из вражеской стороны. Итак, что знают о Чайковском дети и молодежь? Сходу скажут, что Чайковский написал «Щелкунчика» и «Лебединое озеро». И куда уж без того, что он был гомосексуалистом. Ну, спасибо, что хоть произведения упомнят и говорят об этом в первую очередь, и то ладно, значит, это все же главное. Вот о Мусорском, Бородине, Стравинском, Прокофьеве, например, вообще мало кто помнит. Музыку Петра Ильича Чайковского любили все и всегда. И цари, и премьер-министры, и генеральные секретари, и простые люди. Любая кончина государственного деятеля или переворот не обходились в СССР без звуков его балета «Лебединое озеро». Да, и на Западе Петр Ильич всегда считался самым известным русским композитором. Согласно официальной точке зрения, жизнь Чайковского выглядела благопристойно. Родился, учился, работал, творил, написал 10 опер, 3 балета, 6 симфоний и бесчисленное множество других музыкальных произведений. Некоторые биографы, правда, тумана намекали на какие-то приступы тоски и душевные переживания на протяжении всей жизни. По свидетельству президента Московской психотерапевтической академии Михаила Буянова, Чайковский был знаком с известными психиатрами своего времени, в частности, Иваном Болинским. Причина его страданий долгое время оставалась загадкой. Более чем странная кончина даже современникам Чайковского показалась подозрительной. Дело в том, что композитор долгое время страдал от болезней пищеварения, был буквально зациклен на гигиене и очень строго относился к диете. Поэтому эпизод со стаканом воды в разгар эпидемии, когда газеты пестрили принуждениями врачей и инструкциями по выживанию, выглядит как-то не слишком убедительно. Масло в огонь добавило еще одно странное совпадение, ведь незадолго до смерти Петр Ильич закончил свою шестую симфонию, трагический финал которой многие восприняли как прощание с жизнью. Сергей Дягилев вспоминал, что в среде музыкантов поползли слухи о самоубийстве композитора и фальсификации медицинского заключения о смерти. По одной из версий, к такому шагу Чайковского подтолкнул сам царь Александр Третий, который возмутился, будто бы имевший место гомосексуальной интрижкой то ли со своим родственником, то ли с родственником друга. Но подобные слухи продолжались недолго. Мол, советская власть быстро заткнула рот. Делать она это умело, да и не советская власть мастер в этом. Уже после смерти переписку и дневники Чайковского перед тем, как опубликовать, тщательно отредактировали, а подлинники спрятали на спецхранении. Биографию подшлифовали и выпустили в серии ЖЗЛ. Так, на долгие годы Петр Ильич из реального человека превратился в памятник и фотографию на стенах в музыкальных школах. В 1980 году на страницах Нью-Йоркской газеты «Новый американец» появилась статья музыковеда Александры Орловой с сенсационными подробностями биографии Чайковского. Орлова утверждала, что композитор покончил жизнь самоубийством, а привели его к этому гомосексуальные наклонности. Суть истории с ее уст вкратце такова. В 1893 году у Чайковского завязался роман с юным племянником графа Стенбокфермера, близкого друга Александра Третьего. Разгневанный граф написал жалобу царю и передал ее главному прокурору сената Николаю Якоби, однокласснику композитора по училищу правоведения. Прокурор, обеспокоенный уроном репутации элитного учебного заведения, созвал суть чести. После пяти часов прений за закрытыми дверями по свидетельству очевидцев Чайковский вышел очень бледный и взволнованный. Условием, при котором судьи соглашались скрыть обстоятельства этого дела, было то, что композитор лишит себя жизни. Орлова утверждала, что все эти факты стали ей известны от Александра Войтова, выпускника училища правоведения, которому, в свою очередь, их поведала вдова самого прокурора. Кроме этого, Орлова привела множество доказательств, подтверждающих новую версию. В первую очередь, это свидетельства очевидцев, которые заявили, что после смерти Чайковского не были проведены необходимые в таких условиях карантинные мероприятия. Римский Корсаков, например, писал, цитирую, «Как странно, Чайковский умер от холеры, но доступ на панихиду был свободный. Помню, как Вержбелович целовал покойного в голову и лицо». Да, эти факты совершенно не вяжутся с версией гибели от заразной болезни. После никто даже не собирался дезинфицировать дом композитора, а использованные простыни вместо того, чтобы сжечь, почему-то просто отправили в прачечную. Также Орлова утверждала, что, работая в закрытых архивах музея Чайковского в Клину, она собственными глазами видела письмо лечащего врача-композитора к брату Чайковского Модесту, где он давал наставление по поводу того, как следует описывать смерть от холеры. Что имело смысл лишь в одном случае, если бы Петр Ильич умер совершенно по другой причине. В Советском Союзе, как и следовало ожидать, изыскания госпожи Орловой были квалифицированы чуть ли не как идеологическая диверсия. Отрицалось совершенно все – и возможность самоубийства, и факт его нетрадиционной сексуальной ориентации. Версия самоубийства на Западе тоже вызвала множество вопросов у специалистов, но после попала в солидные музыкальные энциклопедии. Соответствующие части автобиографии ее брата Модеста, в которой он рассказывает об однополом влечении Петра Ильича, были опубликованы. Но отрывки из писем Чайковского, раскрывающие его гомосексуальные желания, в России подвергались цензуре и чистке. В принципе, в Советском Союзе отрицалось многое неудобное – то, что бросает тень. Что Мусорский был алкоголиком, Достоевский – картежником, Лермонтов – человеком дурного и скотченного характера, ну и теперь вот, что Петр Ильич был гомосексуалистом. Но ведь есть такое понятие, как жизнеописание. И даже если это и так, это как-то изменит отношение к их искусству? Да, таких большинство, кто считает, что гениальный творец должен быть, должен быть морально устойчив, политически грамотен и морально благонадежен. А если таковым не является, то что теперь? Он не гений, что ли? Давно уже нет никого. Есть только наследие и письма, в лучшем случае, что и позволяет узнать о них, как о людях, а не просто бронзовых памятниках. Мнение психиатров, которые изучили документальную информацию, также может быть интересно поклонникам, но на них мы остановимся подробнее далее. Но, честно говоря, в этом кругу даже не дискутировали. Так, с советских времен никто не сомневался в том, что Чайковский имел много проблем с психикой. И зафиксированы его неоднократные обращения за помощью к психиатрам, как в России, так и за границей. Все потому, что его мучили депрессии, навязчивые фобии и другие расстройства на фоне тревожной мнительности. Ну а возможную нетрадиционную ориентацию Чайковского его врачи, возможно, скрывали из-за предосторожности. Ведь это только последние десятилетия геи чувствуют себя нормально в толерантной общественности, больше западной. А еще не так давно даже в Англии за гомосексуализм могли дать пожизненный срок или вообще подвергнуть химической кастрации. Вспомни только трагическую историю ученого с мировым именем Алана Тюринга, которого в 1952 году осудили за гомосексуализм и предложили на выбор либо тюремное заключение, либо химическую кастрацию. Он выбрал гормональную терапию. А через два года он скончался после того, как съел отравленное цианидом яблоко. Расследование смерти ученого установило, что он покончил с собой. И только в 2013 году Елизавета II, королева Великобритании, даровала ему посмертное помилование талантливому, известному ученому, знаменитому математику, который внес вклад в победу над фашистской Германией. И вот так вот был осужден за гомосексуализм. Но давайте вернемся к Чайковскому. Да, вопрос Чайковского разбирали многие. И, кстати, не последние имена. Имеется работа Александра Познанского, на тот момент сотрудника Ельского университета. Называется эта работа самоубийство Чайковского «Миф и реальность». Научные сотрудники музея подтвердили, что эта книга писалась на основе документов, находящихся в Клинском музее и лживой не является. Также книга Клауса Мана, книга Берберовой, чьи работы хранятся в библиотеке Ельского университета. Она писательница, поэт, литературный критик, одна из ярких представительниц эмигрантской литературы первой волны, чьи архивные переписки с Буниным, Куприным, Цветаевой также хранятся в библиотеке Ельского университета. Книга Вайдман с его дневниками, перепиской без купюр, из архива музея в Клину, подлинность которых подтвердили сотрудники музея. Также существует отдельный сайт с письмами, переведенными на английский язык. То есть, нельзя не отдать должное такому количеству доказательств. А люди с позиции «меньше знаешь, лучше спишь» или «жертвы, которым везде мерещатся враги», должны хотя бы быть ознакомлены с доказательствами всех сторон, чтобы все было честно. В любом случае, половая ориентация не мешает творческой гениальности. Микеланджело, Леонардо да Винчи, Оскар Уальд, Байрон, Дягилев, Мейр Хольд, Нежинский. Список можно продолжать бесконечно. Все мы разные, все нуждаются в защите, но только если человек хочет остаться человеком. Самое важное, на что я бы хотела обратить ваше внимание, так это на то, в какое время жил и творил Чайковский. Так, к концу XIX века в русской интеллектуальной жизни новой реальностью стали отрицания как традиционной почтительности к царскому режиму, так и жестокого авторитаризма и пуританства. Это новая идеология даже обнаруживать себя в произведениях основателей русского символизма. Николая Минского, который интересовался лесбийской субкультурой, чья пьеса «Альма» была исследованием подавленности женской сексуальной сферы, в обществе с доминирующим мужским началом. Прозаика и поэта Федора Сологуба и Дмитрия Миришсковского. Оба они в своих произведениях без осуждения писали об альтернативных формах сексуальности. А ранее юнкерские стихи Лермонтова. А знаете, за репост одного из стихов Лермонтова в 2016 году мурманский активист Сергей Алексеенко даже был признан виновным в пропаганде гомосексуализма. Ну а скрытая бисексуальность у Достоевского, внеточки Незвановой, а в записках из «Мертвого дома», где он писал гомосексуализм среди каторжников. То есть в той атмосфере гомосексуализм был открытым как в жизни русского общества, так и в литературе. Еще немножко истории. Представители высшего класса в принципе редко подвергались уголовному преследованию по обвинению в гомосексуальности в те годы. Императоры терпимо относились к таким людям. В России не было громких уголовных процессов наподобие суда над поэтом Оскаром Увальдом в Великобритании. Хотя, конечно же, большие скандалы российское общество знало, но власти на них закрывали глаза и дело не доходило до суда. Так вот, единичную огласку получил как раз случай с композитором Чайковским, князем Мещерским, а также некоторыми членами императорской семьи, а именно великими князями Сергеем Александровичем и Константином Константиновичем. Но в итоге все ограничивалось лишь салонными сплетнями. Даже когда скандал приобретал совсем громкий характер, власти предпочитали административные меры. И как в Западной Европе, вели наблюдения за гомосексуалами и составляли списки. Знаменитостью в 1870-80-х годах во всем мире был исследователь и натуралист Николай Прижевальский. Написанная Дональдом Рейфельдом биография Прижевальского свидетельствует о том, что в каждую его экспедицию включался компаньон-любовник в возрасте от 16 до 22 лет. Известность ученого была столь велика, что каждого нового любовника он мог представлять властям как личного ассистента, необходимого запланированной экспедиции. Известной фигурой второй половины 19 века была также Анна Еврейнова, первая русская женщина, получившая ученую степень доктора права. Для получения этой степени ей пришлось поехать на учебу в Лепцик, поскольку в то время в российские университеты женщины не допускались. Помимо карьеры в области права, она основала и была издателем Северного Вестника, одного из самых изысканных литературных журналов того времени, который она выпускала совместно со своей любовницей Марией Федоровой. Кстати, ее журнал был первым серьезным изданием, в котором появились наиболее известные повести Антона Павловича Чехова. Так, широкая либеральная направленность этого журнала позволила ему оказывать поддержку молодым писателям. Современники Чайковского рассказывали, что он был эмоционально неустойчивым человеком и имел тревожно-мнительный характер. У таких людей несколько доминирующих свойств. Одно из них постоянное самокопание в сочетании с самообвинениями. Иными словами, склонность постоянно заниматься самобичеванием. Это отражено во многочисленных письмах композитора, где довольно часто встречаются фразы «Мои пороки», «Моя порочная натура», «Я мерзкий» и т.д. У него часто менялось настроение, отношение к вещам. Его слуга Назар писал, что во время сочинения «Пиковой дамы» Чайковский нередко приходил в полное отчаяние, собирался бросить музыку, уйти в каменщики и больше никогда не перетрагиваться к роялю. Но позже настроение резко менялось. Чайковский с восторгом говорил Блеским, что его новая опера станет шедевром. И таких примеров было очень много. Так он писал Надежде фон Мэг про симфонию номер пять. Цитирую. Мне было очень ясно, что овации, коих я был предметом, относились к моей предыдущей деятельности, а сама симфония не способна увлекать или, по крайней мере, нравится. Сознание всего этого причиняет мне острое мучительное чувство недовольства самим собою. Неужели я уже, как говорится, исписался и теперь могу только повторяться и подделываться под свою прежнюю манеру? Чайковский был в переписке более чем шестьюстами людьми. Когда стал популярным и ездил по городам, его постоянно окружали какие-нибудь люди, но при этом он стремился к одиночеству. Но через несколько дней затворничества уже спешил на встречи с друзьями и навещал родственников. Кстати, Чайковский большую часть жизни был холостяком. В 1868 году он познакомился с бельгийским сопрано Дезери Арто. Они были даже помолвлены, но из-за ее отказа уйти со сцены или поселиться в России их отношения прекратились. Позже Чайковский утверждал, что она была единственной женщиной, которую он когда-либо любил. Все прекрасно знают, что Чайковский учился в училище правоведения. Люди, понимающие нравы и обычаи русского общества того времени, отлично знают, что училище правоведения, которое закончил Чайковский, считалось настоящим гомосексуальным борделем. И как раз в те времена, когда там учился Чайковский. Именно там был сочинен, распевался и был опубликован в сборнике в Женеве гимн правоведов, ведущая идея которого заключена в следующей строке. Цитировать не буду, прочитайте сами. Такие игры были неотъемлемой частью жизни воспитанников, куда Петя и поступил. Есть интересная заметка о том, что среди самых невинных забав была коллективная мастурбация на французскую булочку и закончивший последним должен был немедленно съесть этот кулинарный шедевр. Не секрет, что в подростковом возрасте сексуальность быстро развивается, а отсутствие общения с девочками именно в мужском закрытом заведении создает разные перекосы и формирует неполноценный взгляд на взаимоотношения полов. Возможно, что нравы училища и повлияли на особенные дружбы Чайковского. Именно так называли свои отношения Чайковский и его товарищи по училищу правоведения. Чайковский поддерживал отношения со многими приятелями, поэтому не всегда ясно, с кем у композитора были чисто дружеские отношения, а с кем больше, чем друг. При этом со многими друзьями он продолжал общаться и после выпуска. Поэт Алексей Николаевич Опухтин был близким другом Чайковского с подросткового возраста. Они познакомились в училище во время учебы. Чайковский и Опухтин начали дружить в 1853 году и продолжали поддерживать дружеские отношения до самой смерти Опухтина. Сергей Александрович Киреев также считается интимным другом Чайковского по училищу правоведения. Их близкая дружба завязалась в 1856, также во время учебы. Отношения они поддерживали и после выпуска. По словам Модеста Чайковского будущий композитор страдал от безответных чувств Кирееву. О судьбе Киреева известно немного. Он после работал мировым судьей в Калуге и умер в молодом возрасте. Чайковский посвятил Кирееву свой романс «Мой гений, мой ангел, мой друг». О его теплых чувствах Кирееву красноречиво свидетельствует тот факт, что над столом композитора в его доме в Клину висели две фотографии Киреева. Князь Владимир Мещерский друг Чайковского со времен училища. Он был ярким и скандальным журналистом революционером. Стал известен как издатель газеты «Гражданин». Учился в разных классах Чайковским, но их связала многолетняя близкая дружба. Нетрадиционная сексуальная ориентация Мещерского была частым поводом для сплетен, тем более, что Мещерский не очень-то скрывал свои предпочтения. Князь Алексей Васильевич Голицын товарищ Чайковского по училищу, дипломат. Сын князя Василия Петровича Голицына, владельца большой усадьбы. В этой усадьбе Чайковский и Голицын провели лето в 1864 году. Там Чайковский работал над своей первой симфонической работой «Увертюрой Гроза». Известно, что князь Голицын открыто жил со своим Салетиновым. Скрытую от посторонних глаз сторону своей жизни композитор называл Зет. Этим обозначением он пользовался в дневнике и в письмах к брату Модесту, именно когда говорил о своей гомосексуальности. Цитирую. Совершенно измучен не просто Зет, а тем, что она во мне. Но бывали письма намного менее печальные и более откровенные. Например, цитирую. Представь себе. Я даже совершил на днях поездку в деревню к Булатову, дом которого есть не что иное, как пидорастическая бордель. Мало того, что я там был, но я влюбился как кошка в его кучера. И так, ты совершенно прав, говоря в своем письме, что нет возможности удержаться, несмотря ни на какие клятвы от своих слабостей. После времени, проведенного в училище, осознание другого нутра угнетало Чайковского. Он даже уговаривал брата Модеста бороться со своей порочной натурой. Да, Модест тоже был гомосексуалистом, причем открытым. Говорил, что бугорство, именно так было принято называть гомосексуализм в России в те годы, бугорство и преподавательская деятельность несовместимы. Тем не менее, о возможных влюбленностях Чайковского, если так можно их охарактеризовать, мы можем судить не только по описаниям современников, но и по его собственным дневникам и письмам. В 1862 году Чайковский в компании друзей, среди которых был поэт Апухтин, попал в некий гомосексуальный скандал в петербургском ресторане «Шутан», в результате которого они, по выражению Модеста Чайковского, были ославлены на весь город в качестве бугров. Сам Петр Ильич в письме к Модесту отмечает соответствующий намек о нем в филеетоне, который появился в газете «Новое время» и сокрушается об этом. Цитирую. «Моя бугорская репутация падает на всю консерваторию, и оттого мне еще стыднее, еще тяжелее». Бывали такие письма к брату, где он признавался своей любви, например, 22-летнему скрипачу Йосефу Котоку и подчеркивал, что не выходит за пределы чисто платонических отношений. Цитирую. «Не могу сказать, чтобы моя любовь была совсем чиста. Когда он ласкает меня рукою, когда он лежит, склонивший голову на мою грудь, а я перебираю рукой его волосы и тайно целую их, когда по целым часам я держу его руку в своей и изнемогаю в борьбе с поползновением упасть к его ногам и поцеловать эти ножки, страсть бушует во мне с невообразимой силой. Голос мой дрожит, как у юноши. Я говорю какую-то бессмыслицу. Однако же я далек от желания телесной связи. Я чувствую, что если бы это случилось, я охладел бы к нему. Мне было бы противно, если бы этот чудный юноша унизился до совокупления состарившимся и толстобрюхим мужчиной. Как это было бы отвратительно и как сам себе сделался бы гадок. Этого не нужно. Другое письмо к брату. Цитирую. Целый день сладко ныло сердце, ибо я очень расположен в настоящую минуту безумно влюбиться в кого-нибудь. Приходим на бульвар, знакомимся и я влюбляюсь мгновенно, как Татьяна Вонегина. Его лицо и его фигура – воплощение сладкой мечты. Погулявши и окончательно влюбившись, я приглашаю его и Николая Львовича в трактир. Мы берем отдельную комнату, он садится рядом со мной на диван, снимает перчатки и… О, ужас! Руки! Ужасные руки! Маленькие, с маленькими ногтями, слегка обкусанными и с блеском на коже возле ногтей, как у Николая Рубинштейна. Ах! Что это был за страшный удар моему сердцу? Я позже подробнее расскажу, но психиатр Буянов уверяет, что такое проявление платонической любви к представителю своего пола не является гомосексуальной наклонностью. Это все говорит только о чувствительной творческой натуре. Окей, но в данном случае описана не платоническая любовь к мужчине, а вожделение. Недаром термин платоническая любовь означает проявление сугубо духовной божественной любви. Нет, что ли? Это Чайковский за высшей любовью пошел на бульвар, что ли, а потом снял номер в трактире, уединившийся своим объектом духовной любви? Не знаю, психиатру, наверное, виднее. Ну, всякие подобные дневники и переписка опровергателями часто игнорируются. Аргунтинский Долгоруков, бывший хранитель отдела рисунков Эрмитажа, в начале 90-х годов в компании братьев Чайковских имел прозвище Арго. Он, Модес, Петр Ильич и Владимир Давыдов, тот самый Боб, составляли четверку, прозвавшую себя четверной сюитой. Берберова пишет, цитирую, с Аргунтинским, снимавшим в 1893 году комнату у Модеста Ильича, где умер Петр Ильич, я могла говорить о тайне. О той тайне, которую я твердо была убеждена настало время раскрыть. Впрочем, она была уже раскрыта в 1923 году, когда Ипполит Ильич опубликовал дневник конца 80-х годов. Он в это время постепенно переводился на большинство европейских языков. На Западе это было время, когда об интимных сторонах человека стали говорить открыто, отчасти благодаря Фрейду, отчасти благодаря общему повороту литературы к затаенным сторонам человека. андрогенизм начал начал пониматься не как болезнь, которую нужно и можно лечить, хотя бы и насильно, и не как преступление, за которое необходимо карать, а как опыт, через который проходит около 20% людей, из которых три четверти позже просто забывают его или вырастают из него. Во вторую встречу Аргунтинский сказал мне, что говорил обо мне с нашим общим другом Сергеем Михайловичем Волконским, бывшим директором государственных театров, а теперь театральным критиком в последних новостях. Он с грустью сказал Аргунтинскому, что ужасно жалеет, что о нашем драгоценном Петре Ильиче пишет женщина, а не один из нас. Валерий Соколов проделал уникальную работу, опубликовав все то, что было вычеркнуто цензорами из письма дневников Чайковского. Оказалось, например, что редактированию и купированию в общей сложности подверглись 248 писем, в основном адресованных братьям Модесту и Анатолию. И во всех этих посланиях кипели любовные страсти. Правда, опровергатели не могут вообще игнорировать откровенных фрагментов из писем, получивших широкую известность. Объяснять их они не могут, и называют, конечно же, фальшивкой. Итак, некоторые цитаты из этих писем. Представь себе, я даже совершил на днях поездку в деревню к Булатам, дом которого есть не что иное, как пидорастическая бордель. Мало того, что я там был, но я влюбился, как кошка в его кучера. Итак, ты совершенно прав, говоря в своем письме, что нет возможности удержаться, несмотря ни на какие клятвы от своих слабостей. Эту цитату из письма я уже приводила. «Если есть малейшая возможность, старайся не быть бугром. Это весьма грустно. В твои лета еще можно заставить тебя полюбить прекрасный пол. Попробуй хоть один раз. Может быть, удастся». Александр Амфитеатров, который исследовал жизнь Чайковского и опрашивал его близких, писал, «Ему был свойственен гомосексуализм духовный, идеальный, платонический эфибизм. Вечно окруженный молодыми друзьями, он вечно же нежно возился с ними, привязываясь к ним и призывая их к себе любовью более страстную, чем дружеская или родственная». Далее цитата из блога некоего Артема Новицкого. Я не знаю, кто это, но интересное. Цитирую. В 1980 году на страницах Нью-Йоркского еженедельника «Новый американец», редактором которого был Сергей Довлатов, появилась статья некой Александра Орловой, будто бы видевшей все собственными глазами. Вот пример типичного якобы письма. И приводится тот самый фрагмент про пидорастическую бордель. Далее он пишет. «Любой человек, знакомый с письмами Петра Ильича, скажет, что автор этой грязной фальшивки не удосужился даже адаптировать свою стряпню к стилю композитора. Люди, сведущие в нравах и обычаях русского общества того времени, подтвердят, что подобные страсти не только не были ему свойственны, но и им просто не было места. Не был исключением из правил Ичайковский. К слову, он был очень занятый человек. Для человека такого масштаба и, как бы сейчас сказали, напряженного рабочего графика, просто немыслимо было и то, что сейчас понимают под личной жизнью. Знаете, какое утверждение не возьми, оправдание все время по типу «У него не было времени, он был слишком занят» и подобное. Далее. Дневник, изданный в 1923 году братом композитора Ипполитом Чайковским. Действительно, как указывала Берберова, шокировал публику достаточно откровенными записями. Вот, например, как описывается там роман со звозчиком Иваном осенью-зимой 1886-87 года. Читать не буду, прочитайте сами. Здесь вы сами решите, насколько верны разные суждения о стиле написания. Когда Чайковский работал профессором Московской консерватории, он получил любовное письмо от одной из своих учениц Антонины Милюковой. Он не стал на него отвечать, но позже посчитал свой поступок недостойным. А после, в связи с чувством вины и стыда, в конечном итоге решил жениться на Антонине. После писал брату Модесту. «С нынешнего дня я буду серьезно собираться вступить в законное брачное сочетание с кем бы то ни было. Я нахожу, что мои склонности суть величайшая и непреодолимейшая преграда к счастью. Я должен всеми силами бороться со своей природой. Я сделаю все возможное, чтобы в этом же году жениться. А если на это не хватит смелости, то во всяком случае бросаю на веки свои привычки. Разве не убийственная мысль, что люди, меня любящие, могут иногда стыдиться меня, а ведь это сто раз было и сто раз будет. Словом, я хотел бы женитьбой или вообще гласной связью женщины зажать рты разной презренной твари, мнением которой я вовсе не дорожу, но которое может причинить огорчение людям, мне близким. Я так заматерял в своих привычках и вкусах, что сразу отбросить их, как старую перчатку, нельзя. Да при том, я далеко не обладаю железным характером и после моих писем к тебе уже раза три отдавался силе природных влечений. В другом письме он говорит, цитирую, я, во всяком случае, оставлю свои привычки навсегда. Как ужасно думать, что те, кто меня любит, иногда стыдятся меня. Антонина была на восемь лет моложе своего учителя и, вероятнее всего, была осведомлена об особенностях будущего супруга. Уже после свадьбы Петр Ильич пожалел о своем решении исцелиться при помощи брака. Пара рассталась через три месяца и Чайковский вошел в трудный творческий период. Он писал брату, что супруга совершенно не вникала в его дела, даже не могла назвать ни одного его произведения. К тому же часто вступала в неподобающие связи с другими мужчинами. По разным причинам развод так и не состоялся. На волне депрессии Чайковский даже совершил попытку самоубийства. Он вошел по шею в ледяную воду Москвы-реки в надежде простудиться и умереть. Но ничего из этой затеи не получилось. Супруги жили раздельно. С 1880 года она уже жила в гражданском браке с юристом Александром Шлыковым, от которого родила троих детей. Отсутствие денег, постоянные болезни Шлыкова и по сути полулегальное положение в обществе вынудили ее отдать детей в московский воспитательный дом, как незаконорожденных. Сама же Антонина умерла в психиатрической лечебницы в 1917 году. После того, как они разошлись с Антониной, Чайковский позже писал, цитирую, «Только теперь, особенно после истории женитьбы, я наконец начинаю понимать, что ничего нет бесплоднее, как хотеть быть не тем, что меня есть по своей природе». Тем не менее, опровергатели гомосексуализма Чайковского опираются на мысль о том, что доказательств нет, а все началось просто из-за грязного слуха. И первый слух пустила некая Пургольд. Она была студенткой Чайковского и однажды написала ему письмо, в котором требовала, чтобы он женился на ней. В противном случае грозило покончить с собой. Но Чайковский был научен горьким опытом и никак не отреагировал на шантаж. Ведь до этого точно таким же образом его женила на себе другая студентка. Пургольд, мол, потом приставала к Мусоргскому, жила какое-то время с Римским Корсаковым. Так вот, мол, Римский Корсаков даже говорил ей, чтобы она не болтала ерунды про Чайковского. Эту сплетню вспоминали крайне редко. Так было до тех пор, пока не напечатали статью русской эмигрантки. Что касается Орловой. Орлова Шниерсон никаких писем не публиковала. Ни поддельных, ни подлинных. Письма были опубликованы в советское время, но с купюрами. Купюры были восполнены в 1995 году в статье композитора и следователя Чайковского Валерия Соколова. Соколов же опубликовал свою статью в официальном альманахе Дома-музея Чайковска в Клину под редакцией директора этого учреждения Вайдман. Отсюда, кстати, и происходит тот самый цитированный отрывок про пидорастическую бордель. Иными словами, верите ли вы в подлинность или нет, но эти отрывки были опубликованы не в Америке Орловой, а в Москве под грифом того самого научного учреждения, где, собственно, и хранится основной корпус писем Чайковского. Теперь о проверяемости этих отрывков. Восстанавливая купюры, Соколов ссылается, естественно, на советские публикации писем, в которых эти купюры и были сделаны. В академических изданиях при публикации указывают и местонахождение письма, в основном в Клину, а часть писем в отделе рукописей публичной библиотеки имени Салтыкова Щедрина. Более детального архивного шифра нет. Таким образом, тексты 100% проверены, и, соответственно, специалисты их и цитируют. Например, Познанский, который работал с подлинниками. Существует два основных издания писем. В обоих изданиях цензурные купюры. Жданов в 1940 году специально указывает, что знаком с ними помечены слова, не подлежащие опубликованию, а также произведенные редакцией сокращения. Но если Жданов в 1940 году не выпускает только наиболее откровенные места, то Викторова и Рабинович в 1961 вообще все, вообще все, что может иметь двусмысленные коннотации. Жданов убирает только то, что казалось неприличным и недоступным по своей откровенности. А Викторова и Рабинович уже осуществляет настоящую идеологическую цензуру, создавая образ великого русского композитора. Ради чего как раз и кастрирует некоторые письма на такой степени, что они вообще теряют какой-либо смысл. В единственном на сегодняшний день полном издании эпистолярного наследия композитора разной степени сокращения подверглись 248 его писем. Таким образом, около 5% от общего количества напечатанных писем вышло не полностью. Всего 5062 письма. Самыми существенными оказались сокращения, конечно же, в письмах Чайковского братья Модесту и Анатолию. Причем главным образом за 1876, 77, 78 и 79 годы. В более ранние и более поздние периоды таких купюр значительно меньше, но и там опущен ряд важных эпизодов. Обращаясь к основным мотивам, по которым велось изъятие авторских текстов Чайковского, отмечают как раз проблему гомосексуальных склонностей композитора. Кстати, родственники Петра Ильича также пытались решить эту проблему. Они, конечно же, имели доступ к подлинникам в архиве Дома-музея и, как описано, зачеркивали или вымарывали некоторые места в его переписке. Чаще всего обвиняют в этом непосредственного собирателя архива и долгое время единовластного его хозяина Модеста Ильича Чайковского. Однако, при внимательном анализе подлинников оказалось, что многие гораздо более откровенные эпизоды остались нетронутыми. Ну и, конечно, немаловажна позиция родственников. Отношение их к данной проблеме было всегда болезненной. В первую очередь, это младший брат композитора Анатолий Ильич, близнец Модеста, который был ярым сторонником уничтожения всех очерняющих документов. Свидетельством тому строки одного из его писем к Модесту Чайковскому в скором времени после смерти композитора, а именно от 6 декабря 1893 года. Цитирую. Относительно Клина я сам хочу, чтобы никто кроме тебя или меня не прикасался к оставшимся бумагам и письмам, покуда не будут уничтожены те, которые могли бы в какой бы то ни было степени компрометировать его память. К слову, способы уничтожения авторского текста были различны. Это вычеркивание, заштриховывание, густое затушевывание, отрывание вручную, вырезание ножницами, использование карандаша и разного цвета чернил и туши. Цитата из письма Модесту, посвященная отношениям Чайковского к Иосифу Котаку. Я влюблен, как давно уж не был влюблен. Догадайся, в кого. Он среднего роста, белокур, имеет чудные, коричневые, с туманной поволокой, свойственные сильно близоруким людям, глаза. Он носит пенсне, а я иногда очки, чего я терпеть не могу. Одевается он очень тщательно и чисто, носит толстую золотую цепочку и всегда хорошенькие из благородного металла запонки. Рука у него небольшая, но совершенно идеальная по форме. Она столь восхитительна, что я охотно прощаю ей некоторые искажения и некрасивые подробности, происходящие от частого соприкосновения кончика пальцев к струнам. Говорит он сильно в нос, причем в тембре голоса звучит ласковость и сердечность. Акцент у него слегка южно-русский и даже польский, ибо он родился и провел детство в стороне польской. Но этот акцент в течение шестилетнего пребывания в Москве сильно омосквичился. В сумме, то есть сложивший этот акцент с ласковостью голосового тембра и прелестными губками, на которых начинают вырастать пушисто-белокурые усики, получается что-то восхитительное. Он очень неглуп, очень талантлив к музыке и одарен вообще натурой изящной, далекой от всякой пошлости и сальности. Я его знаю уже шесть лет. Он мне всегда нравился. Я уж несколько лет понемножку влюблялся в него. Это были разбеги моей любви. Теперь я разбежался и втюрился самым окончательным образом. Не могу сказать, что моя любовь была совсем чиста. Когда он ласкает меня рукой, когда он лежит, склонивши голову на мою грудь, а я перебираю рукой его волосы и тайно целую их, когда по целым часам я держу его руку в своей и изнемогаю в борьбе с поползновением упасть к его ногам и поцеловать эти ножки, страсть бушует во мне с невообразимой силой. Голос мой дрожит, как у юноши, и я говорю какую-то бессмыслицу. Однако же я далек от желания телесной связи. Я чувствую, что если бы это случилось, я охладел бы к нему. Мне было бы противно, если бы этот чудный юноша унизился до совокупления с состарившимся и толстобрюхи мужчиной. Как это было бы отвратительно, и как сам себе сделался бы гадок. Этого не нужно. Мне нужно одно, чтобы он знал, что я его люблю бесконечно, и чтобы он был добрым и снисходительным деспотом и кумиром. Мне невозможно было скрыть мои чувства к нему, хотя сначала я очень старался об этом. Я видел, что он все замечает и понимает меня. Впрочем, ты можешь себе представить, до чего я искусен в сокрытии своих чувств. Манера моя пожирать глазами любимый предмет всегда выдает меня. Вчера я себя окончательно выдал. Я сделал полное признание в любви, умоляя не сердиться, не стесняться, не гнать меня, если я наскучаю. Все эти признания были приняты с тысячу разных маленьких ласк, трепетаний по плечу и щек, глажений по голове. Я не в состоянии тебе выразить всю полноту блаженства, которое я испытал, выдавая себя с руками и ногами. Да, Чайковский действительно вращался в голубой среде, но другой попросту не было. Есть биографии Петра Ильича моменты, о которых в полголоса говорят лишь самые смелые исследователи. Вот перед вами несколько фрагментов из его дневника. Речь здесь идет о Бобе Владимире Давыдове, племяннике Чайковского, которому композитор воспалал, по его словам, настоящей любовью. Правда, никто не уточняет, что на момент написания этих строк Бобу было 13 лет. Боб, которому композитор посвятил последнюю шестую симфонию, покончит с собой через 13 лет после смерти Чайковского. Совсем молодым, в 35 лет. Гипотеза, что последняя симфония Чайковского – это музыкальная предсмертная записка, распространена по причине таинственной смерти Чайковского. Он умер всего через 9 дней после премьеры шестой симфонии. Сторонники версии самоубийства приводят также тот факт, что в шестой симфонии явственно звучит тема смерти. Ну и известный факт, что санитарные службы не стали опечатывать гроб, как это было бы тогда принято в таких случаях, конечно же, из-за возможности заражения. А на погребальной церемонии в Казанском соборе Санкт-Петербурга присутствовало аж 8 тысяч человек. В таком случае высказывание Орловой о том, что композитор покончил с собой, чтобы избежать позора для семьи скандала из-за разоблачений звучит логично. Конечно же, фигуру Чайковского не обошли некоторые психиатры и психологи. И далее я приведу цитаты их умозаключений. Если пользоваться терминами современной психологии, по своему душевному складу, Чайковский был психостеником. Натура крайне тревожная, отзывчивая, ранимая. Склонный к депрессивным состояниям, самоедству, он жил, пока работалось. И начал киснуть, если дело не шло. Выпивал, глушил свое состояние. Вот в письме к брату он писал «Цело день сладко ныло сердце, ибо я очень расположен в настоящую минуту безумно влюбиться в кого-нибудь. Приходим на бульвар, знакомимся, и я влюбляюсь мгновенно, как Татьяна Вонегина. Его лицо и его фигура воплощение сладкой мечты. Погулявший, окончательно влюбившись, я приглашаю его и Николая Львовича в трактир. Мы берем отдельную комнату, он садится рядом со мной на диван, снимает перчатки. И ужас! Руки, ужасные руки, маленькие, с маленькими ногтями, слегка обкусанными и с блеском на коже возле ногтей, как у Николая Рубинштейна. Ах, что это был за страшный удар моему сердцу? Это все говорит только о чувствительности его творческой натуры. Платоническая любовь к представителям своего пола не является гомосексуализмом. Повздыхали, погладили ручки и разошлись. Кстати, в тюремной среде, где нет женщин, некоторые мужчины занимаются сексом с товарищами. Но они выходят на свободу и думать забывают о мужчинах. Литературу с замечаниями о гомосексуальности Чайковского я приведу в описании. Все выводы делайте сами. Спасибо, что посмотрели. Оставляйте свои реакции, подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok